МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Меня зовут Илья Лазерсон. Это программа «Обед безбрачия». Не думайте, друзья, что эта кухня холостяцкая, кухня только лишь мужская. Конечно, мы здесь делаем упор на еду, которая окружает мужчину. То есть это кухня, которая окружает мужчину в разных проявлениях. Посмотрите, у меня круглая кухня, вот она меня окружает сегодня. Я хочу, чтобы она окружала и вас. Не все, конечно, время, а только какое-то разумное количество времени, которое вы сможете провести на кухне для себя и для других. Я хочу вас призвать к тому, чтобы вы начинали готовить осмысленно, чувствовать еду кончиками пальцев. Вот именно так я собираюсь с вами здесь общаться. По-простому, по-мужски, но вместе с тем доступно и понятно. Я не встречал ни разу человека, который бы не любил одну национальную кухню, блюдо из которого я вам сегодня покажу. Не встречал. Я пытался людей провоцировать, склонять их к тому, что им это не нравится. Нет. Все говорят в один голос. Эту кухню я люблю. Ну, дайте мне три варианта сейчас. О какой кухне может идти речь? Да, да. Это грузинская еда. Грузинская еда. И сегодня я вам покажу очень простое человеческое блюдо. Ну, оно куриное, конечно, человеческое, в смысле, достойное человека блюдо. Оно называется чахахбиль. Я отправляюсь сейчас на полочку, где у меня лежит вот это вот полноватая, с хорошими бедрышками. Ну, мы все мужчины всегда ведь обращаем внимание, как вы понимаете, на бедрышки. Бедрышки, конечно, чаще скрыты, но, тем не менее, мы их умеем чувствовать. Здесь чувствовать ничьи надо, здесь все открыто. Курица. Хорошая, воспитанная курица. Она не домашняя. Это курица из обычного магазина. Собственно, не всякий же раз нам бегать на рынке, не всякий же раз нам бегать и воровать курицу у какого-то близ расположенного фермера. Итак, чахахбили – это грузинское блюдо. Чаще всего из курицы, хотя, конечно, можно готовить и из индейки. Очень важный момент, друзья, как курицу препарировать. И вот сейчас я вам спокойно расскажу, как работать с этой милой тушкой. Я должен немного убрать рукава, потому что все-таки это свежий продукт, здесь есть немного крови, она влажная, поэтому я лучше застрахуюсь. Посмотрите внимательно. Уже не все видели курицу живую. Живую в том смысле целую тушку. Вот у курицы крылышки. Посмотрите. Крылышко состоит из трех частей. Вот крайняя фаланга, серединочка и та косточка, которая примыкает к тушке. У курицы есть два крылышка, поэтому второе крылышко точно такое же. Курица покрыта кожей, она весьма жирная, кстати, именно поэтому, если кто-то хочет получать меньше жира с едой, кожу надо удалять. Но мы сегодня не будем этого делать. То есть, видите, курица симметрична. Вот через это отверстие курицу потрошили, то есть здесь не убирали внутренности. Это самое нежное мясо, самое нежирное, называется грудка. Вот она. Ну, этой курице грудка, я считаю, где-то второго размера, наверное. Из пяти возможных. Так оно не очень такая уж мясистая, но нормальная. Значит, чахахбили – это блюдо из кусочков курицы, где мы едим кусочки. Поэтому моя задача сейчас – разрезать курицу на кусочки. Вот далеко не все понимают, как это делать. Справедливо делать. Это очень важно понимать. Справедливо. Чтобы когда будешь есть, чтобы тебе достался и кусочек от грудки, и кусочек от ножки. То есть вот это называется белое мясо. Сейчас покажу. А вот это называется темное мясо. То есть в грудке белое мясо, а бедро и окорочек – темное мясо, более жирное. А смотрите, что происходит. Вначале нужно курицу разрезать вдоль пополам. Эти – это, собственно, цыпленок на самом деле, а не курица. И у него таких уж сильных костей нет. Поэтому он спокойно ножом разрезается. Никаких рубить-то и не надо. Посмотрите, я открыл тушку. Вот я ее открыл. Прежде всего, вот здесь на фабрике не убрали одно легкое. Посмотрите, я сейчас… Вот здесь легкого нету, а вот здесь оно есть. Я его уберу, потому что легкое есть непринято куриное. Теперь посмотрите, к хребету курица какой мощный. Вот скажите мне, зачем он нам нужен, этот хребет в еде? Поэтому я рекомендую сделать следующее. Смотрите, я сейчас беру хороший большой нож и чуть, в данном случае, левее от хребта прорезаю ребра. Вот у меня уже есть одна хорошая половиночка курицы. Я здесь делаю то же самое, чуть правее от хребта. Разрежу. То есть посмотрите, вот эта палка, вот эта вот спина, она абсолютно мне в тушении кусочками не нужна. Есть неудобно. Я ее, видите, как сразу вырезал. Конечно, я из нее бульон буду варить. Я ее буду использовать в хозяйстве. Но не сейчас. И у меня теперь есть две хорошие половинки курицы. Теперь смотрите, вот на примере одной половинки я вам покажу, как справедливо разрезать курицу на куски. Прежде всего, конечно, я отрежу маленькое крылышко. Его, собственно, тоже можно бросить туда, где бульон у нас будет. Потом я отрезаю по суставу крылышко. Это уже хороший кусочек. Я отрезаю там, где крылышко примыкает по суставу к корпусу курицы, второй кусочек. Посмотрите, какой хороший кусочек. Это имитация маленького окорочка. Это, по сути, маленький окорочок. Очень хороший кусочек. Пусть себе лежит. Теперь вот первый кусочек грудки. Посмотрите, какой кусочек. Вот оно, видите, нежное мясо. Кожу я верну назад. Вот еще кусочек. Еще кусочек грудки. Посмотрите. Хороший, нежный кусочек. Последний кусочек грудки есть. Вот у меня уже сейчас есть раз, два, три, четыре, пять кусочков. Теперь вот бедро, вот сам окорочок. Голень, так называемая. Я сейчас попадаю в сустав, отрезаю бедро от голени. Вот здесь часть сустава я уберу, потому что она лишняя. Вот получается у меня хороший окорочок. Но это пока еще не все. А бедро состоит из двух костей. Посмотрите, вот одна кость, вот вторая кость. Посмотрите, вот они. Видите, они работают как. Бедро большое, это большой кусок. Я его разделю сейчас пополам. Вместе соединение вот этих двух косточек. Как бы посерединке. Вот, посмотрите, я разрезал пополам бедро. Вот у меня еще два хороших кусочка. И, в принципе, я могу разрезать голень пополам. Давайте с вами вместе подумаем сейчас. Где разрезать мне голень, чтобы было справедливо? Здесь часть более широкая, здесь более узкая. Поэтому я место разреза буду делать не ровно посередине. Потому что в широкой части будет больше мяса. А чуть уйдя в сторону широкой части, чтобы широкой части было меньше. И тогда мяса в каждой части примерно будет одинаковое количество. Я намечаю разрез. А потом могу, допустим, ближе вот этой частью ножа. Потому что эта часть ножа самая сильная всегда. Она никогда не скалывается. Я этой частью в разрез, да, рубанул по косточке. Вот так. И теперь я косточку разрубил. И я, видите, разрезал окорочок на две части. Давайте считать теперь. Вот эти два фрагмента я буду считать одним куском. Здесь как раз примерно мясо, как везде. Вот один кусочек. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Видите, у меня восемь кусочков. Примерно равноценных. На двоих делится, правда? Да, восемь на два. Вот здесь, кстати говоря, полкурицы на двоих. Если у вас ужин на двоих, то полкурицы достаточно, чтобы два взрослых человека нормально смогли поесть. Причем, смотрите, когда вы будете раскладывать это мясо, вы будете класть мясо так, чтобы кому-то попался кусочек темного мяса, кусочек светлого мяса. То есть, крылышко можно условно считать темным мясом. Поэтому здесь еще и справедливость в плане светлое и темное соблюдена. То есть, чтобы каждому доставался и грудка, и ножка. То есть, вот такая вот у нас история. Все, забыли об этом. Мясо есть. Важный ингредиент для чахахбили – это, несомненно, лук. Вот у меня луковая плантация. Ну, не такой у меня красивый лук. Достаточно много лука я отрежу. Я сейчас этот лук очищу и нарежу. Мне нужен здесь лук. Это очень важный ингредиент для блюда. Это блюдо простое. Но вместе с тем требует времени для приготовления. Я нарезаю. Я не буду так тщательно его как-то выверять, нарезать. Я его нарезал так, небольшой такой, знаете ли, соломкой. Теперь уже наступает черед приготовления. Я ставлю глубокую сковородку. Это может быть и кастрюля с толстым дном. Наливаю в сковородку немножко растительного масла. И как вы думаете, с чего я начну? Я начну с лука и отправлюсь в сковородке, начиная с лука, так, как я и сказал. Сейчас лук начнет жариться. Вот смотрите, как это происходит. Вот лук, он уже чуть-чуть поджарился. Я сейчас, смотрите, бац, водички. И теперь вода будет испаряться. Будет распределяться равномерно цвет по луку. И потом она опять начнет жариться. И так я сделаю несколько раз, пока лук не станет таким весьма коричневатым, я бы сказал. Как поживает моя курочка. Не забывайте у ваших курочек всегда спрашивать, иногда им звонить и спрашивать, как они поживают. Потому что внимание – это очень важная вещь по отношению к курочкам. Я возьмусь за чеснок. Чеснок мне здесь очень важен, потому что это грузинская еда. Там многие блюда готовятся с чесноком. Здесь есть некоторая особенность по использованию чеснока. Я вам расскажу о ней несколько позже. Я пока отделю зубчика, ну вот так, я думаю, что вот четыре. Раздавлю его и почищу. И пока оставлю, потому что я должен не забывать про лук, который у меня особенным образом готовится в глубокой сковородке. Вот чеснок. Вот видите, вода, вода испарилась, и сейчас лук снова начинает жариться. Он уже стал мягче. Он становится таким, я бы сказал, извините за выражение, чуть сопливообразным. Вот это очень важное слово. Я лучше сказать просто не могу. Немножко сопливить начинает лук. Сейчас. А я займусь пока рисом, потому что чахахбили – это блюдо тушеное, оно сочное. Там будет много соуса у нас. А какой гарнир к блюдам сочным, где много соуса? А гарнир, который может впитывать соус. Это не овощи. Овощи не впитывают соус, какие-нибудь там жареные. Хорошо впитывают соус прежде всего рис. Это универсальный впитыватель соуса. Именно рис я сейчас и приготовлю. Посмотрите, вот у меня в банке рис. Это обычный круглозерный рис. То, что называется краснодарский. Краснодарский. Я много не буду. Рис нужно, естественно, промыть. Возьму я сейчас кастрюльку маленькую и покажу вам, как по-человечески нормально сварить рис. Многие имеют проблемы с рисом. У кого-то получается каша, у кого-то он получается жестким и хрустящим, то есть не готовым до конца. Я вас сейчас научу. Я вас научу кулинарию любить. Вот рис. Я рис сейчас залью водой так, чтобы вода возвышалась над рисом. Примерно на сантиметр. На толщину пальца. Это мой палец. Я варю рис. Поэтому я буду свой палец сейчас прикидывать сюда. Вы варите, вы свой палец прикидывайте. Но важно, чтобы палец был мужской. Вот, посмотрите. Да? Вот я поджарил лучок. Вот он поджарился снова. И опять вода. Так вот, вода идет в рис. Все. На палец. Я воду могу сразу посолить. Крышкой я не накрываю. Запомните, крышкой накрывать не надо. Пока не надо. Я про рис сейчас говорю. Вот, посмотрите на этот лук. Это не лук. Это счастье. Как он становится равномерно, видите, коричневым. Ну вот, лук уже хорош. И теперь посмотрите, что я делаю. Желательно кожей вниз. Я укладываю наверх кусочки курицы. И сейчас они вот так немножко подпекутся, погреются. Когда курица немножко схватилась на луке, вот уже я думаю, что она схватилась на луке. Я сейчас могу ее уже перемешать. Сейчас лишняя вода испарится. Это я ее специально налил. И мы немножко курицу в результате обжарим. Обращу ваше внимание на рис. Вода уже сейчас закипит. Крышка со мной. Потому что крышка сейчас мне очень важна. Вот появляются первые признаки закипания воды на рисе. Но чуть еще рано. Я еще чуть немножко жду, чтобы кипение стало таким явно бурным и сильным кипением на рисе. Ну вот есть. Видно, что вода кипит. Пробулькивает. Я накрыл крышку. Хорошо иметь стеклянную крышку, потому что через стеклянную крышку видно содержимое кастрюлей всегда. И я уменьшаю теперь нагрев. Обратите внимание. До минимума. Я сейчас поставил 2 пункта из 9. Вот здесь плита моя нагревается до максимума 9 единиц. Я поставил сейчас 2 единицы. И рис будет потихонечку. Доходить до готовности в такой кастрюле. И вы знаете, сколько он будет готовиться? 15 минут всего. Он будет уже готов. Курица. Я продолжаю ее несколько обжаривать с луком. Сильно обжаривать курицу не надо. Моя задача, чтобы она вот так вот на луке, чтобы она пропитывалась соками лука. Сейчас очень концентрировано здесь все с луком у нас, так сказать, находится. И вот пока у меня этот процесс идет, я пошел еще за одной штукой, которая называется помидоры. Вот они. Сейчас я вам расскажу, ребята, страшную вещь про помидоры. Страшно приятную вещь про помидоры. Обратите внимание, это помидоры из банки. Так называемые помидоры, консервированные в собственном соку, очищенные от кожицы. Обратите внимание, что это сливки, это помидоры, которые имеют форму сливы. Они так и называются, сливы. Ну или пальчики еще иногда называют. Вот такие помидоры считаются вкуснее, чем помидоры обычные, но во всяком случае зимой. Но эти помидоры в банке, но они были сделаны летом. И они были сделаны в Испании. Выращены в Испании. И там закатаны в банку. А вот, например, сейчас зима. Вы сами знаете, какие зимой помидоры. Они все из теплицы, они все на гидропонике, и вкуса в них практически нет. Вот лучше такие, чем из теплицы. Именно поэтому у меня сегодня вот такие помидоры присутствуют. Вот посмотрите, как хорошо здесь красиво на луке томится курица. А я эти помидоры сейчас измельчу. Ну, потому что я могу их, конечно, нарубить, но здесь есть сок, у меня доска будет очень мокрая, поэтому лучше их измельчу в блендере. Помидоры в эту чашку. Накрываю крышкой. И сейчас я их... Вот процессор измельчает помидоры. Они измельчены. И теперь посмотрите на эту курицу. Вот она сейчас прекрасна. Вот как раз вся жидкость испарилась. И теперь идет сюда помидорная вот эта вот измельченная, вкусная. Еще с ароматом все-таки лета. Масса. Я сейчас для сочности дам сюда чуть-чуть воды. И теперь уже у нас наступает процесс, который называется тушение. Потому что до этого мы обжаривали, а сейчас мы уже явно тушим. Вот в помидорном таком соке, по сути. Рис у меня, я слышу, посмотрите на него, булькает потихонечку, теперь булькает. Теперь пришло время немножко подправить вкусы. Очевидно, что я еще не солил. Поэтому я сейчас посолю. Я дам в нее немножко черного перца. Посмотрите, что я сейчас сделаю с черным перцем. Вот у меня доска. Вот у меня какое-то количество горошинок черного перца. Я не люблю покупать молотый перец в пакетиках, в баночках, потому что у него нет того хорошего аромата, который есть в свежеизмельченном перце. Я сейчас перец буду именно измельчать, дробить просто так, ножом. Видите, я совсем не напрягаюсь. Вот у меня, посмотрите, на этот перец красивый. Он раздробился. Он сейчас очень ароматный. Вот сейчас аромат уже пошел мне в нос. Очень сильно и хорошо. Вот я с кончика ножа дам сюда немножко перца. Еще один ингредиент, который мне здесь крайне важен, именно с точки зрения, что это блюдо грузинское, я возьму аджику. Это хорошая аджика. Найдите свою аджику в магазине, потому что в магазине продается много разных аджик, но не все они похожи на настоящую. Я для себя нашел хорошую аджику. И вот не так много аджики я положу сейчас в курицу. Она сама растворится. Я буду еще перемешивать не раз. И аджика в итоге растворится. Аджика важна для грузинской кухни, но это не значит, что надо ее пихать в любое грузинское блюдо, потому что есть блюдо, где она, конечно же, не используется. Но, как правило, там, где помидоры, аджика имеет право войти туда. Еще одна деталька. Вот я совершенно не стесняюсь положить чуть-чуть сахара, потому что сахар в комбинации с солью в любом блюде, в любой кухне очень хорошо подчеркивает вкус еды. Поэтому, видите, чуть-чуть сахарку я совершенно не боюсь сюда добавить. Вот мы тушимся, друзья. Мы тушимся, и сейчас будет наступать самый ароматный момент в моей работе, потому что я сейчас займусь ароматами. Смотрите-ка. Помните чеснок? Вот мой чеснок. Я многовато почистил, я сейчас часть все-таки уберу. Я чеснок сейчас могу оставить на доске. Теперь, посмотрите сюда, посмотрите внимательно и дрожите. Дрожите, потому что вот это шикарная вещь. Это зеленый базилик. Сейчас там один умник вот сидит на диване, смотрит на меня и говорит, а в грузинской кухне зеленый базилик не используется. Умник, правильно говоришь, весьма редко, потому что в грузинской кухне используется базилик бордовый, так называемый роган, фиолетовый базилик. Но когда я в магазине вижу и зеленый, и фиолетовый, я всегда куплю зеленый, потому что мне он вкуснее и ароматнее. А поскольку это мое блюдо, да, это грузинская тема, это мое блюдо, я имею право положить свой базилик. Поэтому он будет зеленым, и ты, умник, можешь сидеть на диване дальше и мечтать о таком вкусном блюде. Зеленый базилик. Достаточно много. Ну, Грузия это трава, это трава, поэтому там зелень, конечно, используется очень интенсивно. Зеленый базилик. И у меня руки дрожат, когда я эту зелень беру. Это кинза. Это очень вкусная штука. Вот она, кинза. Хотите, это будет, я не буду называть это грузинским блюдом, я буду назвать фантазией на тему грузинского блюда. То есть я имею право фантазировать и как-то корректировать. Но суть-то будет грузинская, и суть будет все-таки чахахбиль. Вот так вот. Теперь смотрите, я нарублю чеснок, и вместе с зеленью, и с чесноком начинаю рубить зелень. значит, все кипит. Теперь я, смотрите-ка, полностью убираю нагрев. Все, у меня ноль. Это на остаточном тепле еще мое блюдо кипит сейчас. И вот теперь я даже сдвину немножко, чтобы оно перестало так сильно булькать. Как только у меня блюдо успокоилось, мое, я сейчас сюда добавляю всю вот эту вот зеленую историю. У меня уже, конечно, внутри тоже все кипит. Мне так хочется уже это съесть. Перемешиваю. Ну, чтобы зелень-то равномерно распределилась в этом блюде. Перемешиваю. И вот теперь я не зря приготовил крышку. Да, потому что я должен дать настояться этой истории под крышкой. Все любят, когда красиво. Хорошо, если есть чувство стиля. Яркий цвет поднимает настроение. Простые истины. Но не для всех. Ну, что это такое? Точно баба была на кухне. О, вот теперь все хорошо. У нас мужская кухня. Обед безбрачия. Я сейчас беру рис. Вот он весьма у меня получился рассыпчатый. Приличный. Ну, это пример подачи. Это просто так. Потом, смотрите, надо, можно раздвинуть рис к бортам тарелки. Ну, сильно на борта не наезжать. Но вы понимаете, что само Чахахбили пойдет вот сюда, в эту дырку, и будет красиво. Рис начнет и снизу пропитываться соусом, и ему будет хорошо. Вот это кусочек бедра. Есть. Вот это кусочек грудки. Видите? Есть. Ну, еще я положу сюда, кстати, вот крылышко. Вот так вот в середину. И сейчас обильно. вот так вот. Еще ложечку соуса. Ну, вот оно. Женско-мужское блюдо. Чахахбили. Я бы скажу, так тяжело готовить вкусно, потому что, когда готовишь вкусно, ну, невозможно выдержать, дождаться уже от самой трапезы. Но я как-то пытаюсь с собой совладать. Вам, я, друзья, желаю, чтобы вы не стеснялись готовить такое блюдо. Как вы увидели, оно весьма простое, доступное. Продукты все есть в магазине. Поэтому дерзайте и не забывайте о том, что есть такая грузинская кухня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok